Патриот Лицвин Патриот Лицвин Патриот Лицвин Патриот Лицвин Игнат Данилович знаходит спор законов великого князя Казимира, что лечился давно страшным. Судебник Казимира Первый кодекс криминального и криминально-процессуального права Великого князства Литовского. Складины по загадзе великого князя Казимира Ягайловича был затверден соемом в 1468 году. Патриот Лицвин В 1822 году в Вильню вертается давный зябра Игната Даниловича по Виленским университете Михаил Бобрусский. Разом яны здесь нець амаль революционное крытье, взмойдуть знакомитый супрасильский летопись, найвяликший старославянский каноничный рукопись, який захаваусся до наших дионов, и тем самым покладуть початок доследованию белорусско-литовского летописанья. Праца Даниловича про литовские летописы поклала початок навыковому обученью белорусского летописанья. Грунтовно доследовал Игнат Данилович таксама архив Великокнязской канцелярии, так званую метрику Великого Князства. Дякуючи ему была опубликована одна из часток сматомной метрики книга посольская. В 1823 году Игнат Данилович становится профессором кафедры мясцового права Виленского университета. Але уже празгод после выкрытия тайных товарыстов филоматов Филаретов, по загаде российских уладов, он вымушен и покинуть Вилен, и, как окажется, на завсёду. Навуковец переезжая у Харкова. А в 1830 году профессор Данилович был запрошен в Петербург, где наступные четыре годы працавал над взводом законов для земля былого Великого Князства Литовского. А лититоничная праца оказалась марной. Российские улады целком скасавали деньги статута. Игнат Данилович – выпускник Виленского университета. Выдатный историк права. Просвящил, помавшего життё, вывученню права Великого Князства Литовского. Мельничмат на этой ниве зарабил, собрал там 2500 крынецев по истории державы и права Великого Князства Литовского. Пробовал зарабить всё, что можно для вывучения истории родимых в межах Российской империи. Игнат не осведомлял то, что его деятельность не могла меть там вынеку, не могла меть плену, потому что непотребна была Российская империя. И он показывал адметность этой земли, адметность народа, адметность их истории. Российской империи это было непотребно. На дворот эта держава всё подгоняла под один копыл, под один ранжир. И нас пробывало умонтовать белорусов в склад Великого Русского народа. И в этом трагедия Даниловича, трагедия его житчевого лёсу. Апошнє годы життя выдатный доследчик нашей минушчины провёл у чешскім мясточку Грефенберг, дзей памёрт другого жнивня 1843 года. Уже пасля смерти навуковца пабачили свет книги посольские метрыки Великого Князства Литовского. Депраць у сяго життя Игната Даниловича скарбонка актов, што утрымлівая кароткі зместа маль двох, з половую тысячаў гістарычных документов. Мінавіта гэта стала для Даниловича магутным падмуркам яго мары пра адраджэння незалежністі нашага народа, адраджэння той мовы, вядома уже на іншому зроўні, а на якой былі написаная нашая славутая статуты. Саправдны патрэйот Игнат Данилович став адным з тых, хто аднавляв страчаную гісторую нашая дзержава. І многім з таго, што вядома сёння пра нашу мінушшыну, мы абавязаны такім людзям, як гісторык і археограф, адзін з першых доследчыкаў помнікаў права Вялікага Гнязства Литовскага Игнат Данилович. Игнат Данилович спрабываў прывабіць росейцав такой ідеі агульнаці славянскага права. Росея прэтэндавала на лідара славянскага щвету. Але таксамы гэта была ідея утапічная, тому што фактична гэта адзінства не існавала. Былі слаганя каталікі і заходні слаганя, былі паудніоя слаганя православныя, былі слаганя явразіаты, як росейцы. І вось таму Данилович не был такім ведомым навуковцам ні у росейцкай імпері, ні у савецкія часы. Але хіба зараз прышов час, кэп яго уводзіць ўкола правдзівых гэрояв гісторычной навуки Беларусі. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова